Причем тут статистика? Ну, потому что на эти профессии, типа, в течение года заявок не было от иностранцев, или три там было, там, типа, да, значит, их и не будет, значит, и, типа, можно разрешить, потому что это положение не изменит. То есть, вот, понять, что люди думают при этом, совершенно невозможно, но, тем не менее, вот они выходят с такой инициативой, слава Богу, что наши питерские коллеги, я здесь, вот, не дал ей слова, потому что я надеюсь, что она ведь выставит попозже, здесь присутствуют в какой-то веке приехавшие, наконец, к нам ассоциация, вернее, Содружество ГИДУСАМ БУДУ, вот Ольга Федорцева, прошу ее поприветствовать. Ну, я сейчас возьму слово, чуть попозже. Коллеги наши питерские это дело раскопали, не знаю, каким образом, говорят, что китаисты где-то кто-то из них нарыл и, значит, забил тревогу. Мы тоже все активы подключились, и, значит, вплоть до того, что, когда, вот, Ежев звонил в это министерство, они сказали, что у них создается впечатление, что это идет целенаправленная работа по обрушению сайта. Министерство труда. Такое было огромное количество обращений и, значит, отзывов негативных на это предложение. Вот. Я очень благодарен всем коллегам, которые подключились к этой работе, которые и писали письма, и там собирали подписи, и обращались в разные инстанции. Мы, конечно, все возможные инстанции задействовали. Я писал и министру культуры, и министру труда и социальной защиты, и в Ростуризм, и в общественную палату, и в РСТ, естественно. Значит, нас все поддержали абсолютно, и Ростуризм направил соответствующую бумагу в Министерство и Министерство культуры, и, значит, Российский Союз Туриндустрии, господин Барзыкин, заместитель, вице-президент Союза, тоже написал большое письмо. Но, правда, параллельно с этим была опубликована статья в Известии, где его слова полностью излучили, и получилось, что он совершенно, с одной стороны, говорит одно, а с другой стороны, совершенно другое. Но все это недоразумение все удалось прояснить, и в конечном итоге эта поправка была заблокирована. То есть, вот наша профессия, египет-эскурсовод, из этого списка были изъяты. Это очень радостное событие. По этому поводу было даже специальное заявление в Министерство культуры. Я благодарю всех побед, очень этому радуюсь, но одновременно хотел вас призвать. Да, регионы там, да, участвовали очень активно, и Петербург, прежде всего, и потом там и крымчане, и Сибирь, Байкальская ассоциация. В общем, все люди нашей профессии просто поднялись единым фронтом. Это очень хорошо. Единственное, к чему я хотел воспользоваться случаем, хочу к чему всех призвать. Вот, надо очень осторожно, очень аккуратно обращаться со словами и с информацией. Вот, слава Богу, сейчас у нас, мы тут нету в нашей среде людей, которые бесконечно пишут в какие-то разные инстанции, ни с кем это не согласовывая, никому ничего не говорят. Мы потом, оказывается, перед фактом, что нам говорят, что это вы тут пишете, мы вообще ни сном, ни духом. Вот, вот мои китайские наши коллеги привезли мне письмо, обращенное, значит, к президенту Российской Федерации. Письмо это мы даже не успели отправить, потому что уже министр труда заявил, что все, вопрос снят, ну и как бы, в общем, это выглядело глупо. Мы обратимся обязательно к президенту, но уже более широким. Мы упомяним, упомянем просто эту проблему, но выведем именно на направление о принятии поправок в закон, и чтобы эта поправка как можно быстрее была и подготовлена, и принята в нужной нам редакции. Но что в этом письме было ужасно? Там, в одном из первых абзаторов было написано. По инициативе Ростуризма Министерство труда и социальной защиты внесло предложение разрешить иностранцам работу в нашей профессии. А Ростуризм, а Ростуризм, категорически против этой, он нас поддержал, он посылал письма везде, также вместе с нами, наверное, работал. То есть, вот, ушло бы это письмо вот таким вот образом, а его наверняка бы расписали в Ростуризм, понимаете? И Ростуризм, прочитав это, обращение как бы от гидов, переводчиков, а любой член нашей ассоциации автоматически, естественно, ассоциировался с нами, со всеми, и мы бы просто получили бы негативные к нам отношения. Люди, которые для нас стараются и стараются как бы нас поддержать и помочь, они бы нас моментально бы отвернулись. И аналогичная ситуация могла произойти в тот момент, когда вот по инициативе наших коллег очень правильно и очень вовремя готовилась передача, телепередача на Москва-24, в которой должны были интервью заявить о том, что какие, так сказать, проблемы это породит, разрешение иностранцев работать в нашей профессии, насколько это вообще недопустимо и совершенно немыслимо, даже из чисто патриотических соображений. В последний момент эта съемка, которая изначально планировалась там около гостиницы Украины, она была перенесена по инициативе телекомпании к Национали. Ну вот представляете себе, что такое там 40-50 человек, которые соберутся на этом уголке у Национали напротив Кремля в наших, в общем, непростых условиях, и по терроризму, и по политической ситуации, и по всему. Понимаете? То есть, слава богу, кому-то пришла здравая мысль, они позвонили, это из департамента туризма, они позвонили в телекомпании, попросили перенести эту съемку на другой день, в другое место. К сожалению, не всех участников этого сбора как бы успели предупредить, поэтому многие приехали, вот Южев проездил, и Рома Трофимов предупреждали, что съемка будет перенесена на другой день. Поэтому приношу извинения еще раз перед всеми, кто прокатился зря в этот день. Но вы поймите, что это было очень правильным решением. Потому что не дай бог там кто-нибудь порешил бы превратить это дело в какую-то там, я не говорю, демонстрацию, причем не из наших, не наших. Это просто могло быть воспринято неправильно, там, служба безопасности, которых там пруд пруде и так далее. И мы бы выглядели очень бледно и подставили бы наших коллег из тех же самых органов власти, которые занимаются туризмом, и вместо поддержки в дальнейшем получали бы, наоборот, к нам чисто негативные отношения. Поэтому я вот еще раз приношу извинения тем, кто зря потерял время. С другой стороны, это время в любом случае не было потеряно зря. Съемка состоялась, передача прошла. Мы еще раз благодарны всем, кто поддержал эту работу и очень радуемся этой, я считаю, очень хорошей победой. Сейчас вот, я вчера еще раз говорю, получил текст, который готовит наш министерство культуры. Они по нашей просьбе, допустим, внесли туда положение о том, что необходимо внести изменения в административный кодекс. Это правильно. Одновременно они пишут такую вещь, что аттестация должна выдаваться после уплаты государственной пошлины. Я говорю, товарищи, извините, с какого перепугу? Я им звоню и говорю, вы что, вы хотите сделать это госуслугой? То есть еще мало того, что гиды платят за свое обучение, платят за экзамен, вы еще хотите сделать какую-то пошлину? Это что, министерство финансов от вас требует? Они говорят, да, министерство финансов, вот оно, если что-то происходит, а они с этого денег не получают, то они считают, что это неправильно. Вот, понимаете, вот с этими вещами, и нам приходится постоянно, каждодневно держать руку на кульсе, чтобы это дело не упустить, чтобы вовремя, так сказать, попытаться вот эти все идиотские инициативы. Я прошу прощения за такие слова, но они действительно, кроме как такими, быть названы не могут. Поэтому будем продолжать эту работу, надеемся, что очень, что она нам удастся, и что мы сможем добиться положительного решения всех этих вопросов. Возвращаясь к ответственности за слова, я бы хотел еще уделить несколько минут одной, с моей точки зрения, очень важной проблемой. Вот у нас, конечно, это была моя личная инициатива, год или полтора назад была создана группа в Фейсбуке и группа ВКонтакте. Ну, группа ВКонтакте как-то так тихо умирает, при ней ничего не слышно, а вот группа в Фейсбуке довольно активна. С одной стороны, вроде это хорошо, как современное средство общения, там общаться, профессионалы выкладываются какие-то материалы интересные, люди общаются между собой, советуются, о чем-то договариваются, это все замечательно. Но вот, друзья, давайте отвечать за свои слова. Ну, давайте не будем оскорблять друг друга. Там периодически появляются совершенно невыпустимые, оскорбительные информации, причем основанные на полностью, на домыслах, на каких-то инсимуациях, на каких-то абсолютно непроверенных слухах. А вы же знаете как-то знаменитого анекдотика, ложки потом нашлись, а осадочек остался. Помните анекдот, да? Ну как, ложки украли сиренами, да? Он украл, да? Ложки потом нашлись, но осадочек остался. Понимаете, вот все эти вот вещи, которые, не проверив, не подумав, не подумав о том, что надо как-то отвечать за свои слова, как-то, может быть, что-то спросить, чтобы попытаться понять, да, перед тем, как кого-то в чем-то обвинять. Я вас очень призываю к тому, чтобы мы вели себя как-то более цивилизованно и более дружелюбно к своим коллегам. Более того, я хочу, чтобы вот в нашей среде, мне кажется, что мы достаточно все интеллигентные люди, чтобы понимать, что только вот такое поведение можно отнести к разряду, так сказать, интеллигентного и порядочного человека. Если тебе что-то не нравится, и ты об этом говоришь, это нормально. Но даже если что-то появляется, что, может быть, тебе не нравится, но ты понимаешь, что это хорошо, ну, скажи, действительно, признаешь, что это хорошо, понимаете? Вот у нас так получается, что человек, который чем-то недоволен, он автоматически начинает быть недоволен всем и всеми, понимаете? И всех, если уж он не может охаять, то он как максимум молодец и ничего не делает. Ну, давайте как-то относиться по-доброму и по-человечески к нам друг к другу и ценить ту работу, которая делается нашими коллегами. Я сейчас даже не знаю, стоит ли мне конкретно говорить о ком-то, но я думаю, что все-таки стоит рассказать о том, что вот у нас есть Марина Миттна Кресова и Южев Шнайпинг, которые, ну, фактически в ассоциации самого ее основания, и они не просто ценные, есть вещи, которые без них просто или бы не состоялись, или бы давно-давно просто ушли бы в лето. Вот вы не представляете себе, вот просто никто себе не представляет, что вся наша процедура переподготовки, вот это создание сначала, а потом поддержание нашего учебного центра в рабочем состоянии, это огромная заслуга, вот, в помянках, но и людей. Это конкретная совершенно работа, без которой вся вот наша система, она просто не смогла существовать. Сегодня, вы знаете, музеи, которые приглашают нас к нам на переподготовку, они ведь не имеют никто лицензии на обучение. А у нас сейчас все с этим очень строго. Никакая учеба, никакая переподготовка без наличия аккредитованного учебного центра, имеющего соответствующее разрешение, имеющего соответствующие лицензии, невозможно. Получить эту лицензию чрезвычайно сложно. В этом году, вот, на то, чтобы продлить эту лицензию, я не знаю, сколько было копий, в слове, насколько было потрачено нервов, сил, времени, безумное количество. И поэтому я считаю, что вот даже если можно кому-нибудь какие-то там личные претензии, не хочу даже в этом углубляться, но не ценить ту работу, которая делается, невозможно. И я прошу вас обязательно быть уважительными и не допускать, не позволять себе оскорбительных ни намеков, ни инсинуаций. Это просто нас всех унижает. Спасибо вам за понимание. Значит, у нас, как вы знаете, есть сайт нашей организации. Сайт публикует довольно большое количество всякой информации, но прием в свое время существовал форум. Вот этот форум некоторое время тоже был полем каких-то битв, таких не очень понятных. Потом он как-то теперь постепенно обер и перетекнул все это в Facebook, частично-частично какие-то еще и на другие вещи. Но я просто призываю всех нас к тому, чтобы вот этот сайт, ну, как бы, пользовался большим спросом. Ходите на сайт, заходите, посмотрите. Вот у нас есть два замечательных человека, Миша Видельников здесь присутствующий, и на поверящий нами, которые в свое личное время, совершенно безвозмездно, уже вот не первый год, огромное время тратят на то, чтобы поддерживать работу этого сайта. Я считаю, что, во-первых, им надо как следует поаплодировать. А во-вторых, мы все заинтересованы в том, чтобы эта работа не была бессмысленной. Мы должны ей пользоваться активно. Поэтому все те, которые активно работают в интернете, понимают в этом деле. Может быть, мы там, и в том числе и Миша, и Надя, мы можем что-то не понимать, что-то упускать. Какие-то вещи, может быть, надо совершенствовать, стараться. Давайте просто постараемся вместе идеи, какой-то такой прейсторминг сделать, и советы, и просто участие. Давайте попробуем этот сайт сделать более живым, более активным. Это записано в проекты резолюции нашей конференции. Но как-то вот эта работа, вот как ведется Миша и Надя, ну и частично, там, мной, там, некоторые члены правления, которые дают советы. Но, тем не менее, вот общего участия нет. А я думаю, что для того, чтобы этот сайт стал интересен и полезен для всех членов ассоциаций, я думаю, что ваше мнение и ваше участие будет очень важно. И еще раз я возвращаюсь к работе учебного центра. Не только Марина Дмитриевна и Южев, и Лена Тихонова, и Щитковская Татьяна, и Валентина Ильинична Круглова. Это люди, которые просто вот живут там, понимаете? Вот вы представляете себе, я... Вот у нас Лариса, замечательный наш исполнительный директор, она формально должна работать там в два раза, или там три раза в неделю, вот по тем условиям, которые мы с ней оговаривали, да? Есть, никогда ее нет. В любой день, когда ты не позвонишь в нашу ассоциацию, там обязательно кто-то есть из учебного центра. То есть люди там сидят постоянно. Южев, который не знает с какой стороны к компьютеру подойти, уже который год сел на шею господа Тихоновой, и сидит не слезая, но частично и Валентина Ильинична тоже. Вот поверьте мне, ребята, если кто-то из вас есть, так сказать, волонтер, кто может помочь, Южев, у него очень много мыслей, но он их написать не умеет. Ему надо, чтобы кто-то набрал это на компьютере, там, отослал куда-то, там, получил, там, распечатал. Вот если есть кто-то, кто может помочь в этом плане, потому что он просто, честно говоря, неудобно перед этими людьми, которым приходится, там, днем и ночью отвечать на звонки неугомонного Южева, печатать какие-то бесконечные обращения, там, письма или мысли. Это очень важные вещи, потому что, ну, к сожалению, вот не все из нас генерируют идеи, а Южев из тех, кто их генерирует, поэтому надо этим пользоваться и надо этому помогать. Так что я вот еще раз приглашаю всех принять участие в этой работе. Учебный центр для нас чрезвычайно важная вещь, чрезвычайно важная. Это действительно основа основ нашей деятельности. Если у нас, не дай бог, пропадет этот учебный центр, все рухнет моментально, поэтому давайте это понимать, давайте это ценить и относиться к этому с пониманием и с поддержкой. Работа правления. Вот у меня буквально осталась одна тема. Я хочу сказать, что, в принципе, правление наше, как мне кажется, во всяком случае, стало работать достаточно конструктивно. К сожалению, в очередной раз выручено констатировать, что достаточно значительная, в общем, часть членов правления, ну, практически ушла в тень, ну, ничего не делала. Ну, ничего, вот никак. Ну, как максимум, если эти люди иногда приходили в направление, а чаще всего не приходили, кто-то там по уговорительным причинам, кто-то просто не знаю, по каким причинам. Но, на самом деле, когда они приходили, в общем, тоже ничего не менялось, потому что ни инициативы, ни какой-то реальной помощи, там, за исключением случая, когда ты уже человеку говоришь просто вот так, пойди туда и сделай итог. Знаешь, ну, это нехорошо. Понимаете, мы все коллеги. Я понимаю, что у всех твоя работа, и своя жизнь, и своя семья, и свои какие-то там интересы, и у всех своих забот полнурор. Но мы делаем общее дело. Вот каждый из тех людей, которые приходят в направление, должен просто отдавать себе отчет в том, что, ну, он берет на себя некую моральную обязанность участвовать в нашем этом деле и как-то ему активно помогать. Если нет такого желания, если чувствуешь, что это вот, там, сегодня тебе интересно, а завтра тебе это наскучит, ты на это махнешь шубой, значит, не надо выдвигаться в направлении. Значит, надо поговорить с коллегами, кого-то убедить, кого-то уговорить, или там, кому-то предложить, кого-то, и чувствуешь, что человек имеет какой-то потенциал вот этой работы. Понимаете? Именно работы, творческий какой-то потенциал. Но давайте все-таки постараемся не скатываться в болото, а наоборот, набирать некие обороты. И в связи с этим я бы хотел сказать, что вот у нас родилась такая идея, ну, собственно, идея это, в общем, трудно назвать, потому что на самом деле это лежит на поверхности, вы знаете, что существует у нас закон в России об общественных организациях. Согласно этому закону, для того, чтобы стать всероссийской организацией, необходимо иметь 50 региональных отделений. То есть это просто нереально. Мы сами понимаем, что этого добиться мы никогда не сможем. С другой стороны, у нас формально в названии нашей ассоциации Москва не присутствует. И еще раз, по уставу, членом ассоциации может быть любой человек, который является квалифицированным гидом, гражданином Российской Федерации, и разделяет, так сказать, цели и задачи нашей организации. К чему я клоню? Наша ассоциация и московская аккредитация, это две разные вещи. Конечно, мы сегодня имеем аккредитацию на основе членства нашей ассоциации Москва. Вся эта система поддерживается и ведется фактически нашей ассоциацией. Но членство нашей ассоциации не является совершенно автоматическим правом на получение московской аккредитации. Это я к тому, что членом нашей организации может быть любой гид, и этому прекрасное подтверждение наши ростовские коллеги, которые уже много лет являются женевцами, которые здесь присутствуют, которые являются индивидуальными членами нашей ассоциации уже много лет, при этом, так сказать, не претендуя на то, что они являются московскими гидами. Мы считаем, вот Волгоград еще, да, замечательно. Вот к чему я это все говорю. Нам надо становиться более мощными, нам надо опираться на поддержку наших коллег во всех регионах России. Это справедливо, потому что мы защищаем фактически здесь, в центре, в законодательном плане, мы защищаем профессию, мы всех защищаем, стараемся создать комфортные условия для работы для всех, с одной стороны. С другой стороны, это отсутствие этих людей в нашей ассоциации несправедливо по отношению к ним. Почему? Сегодня только наша ассоциация является членом двух международных объединений профессиональных гидов, которые в мире существуют. Это Европейская Федерация Ассоциаций Гидов, членами которой мы являемся с 1993 года, и Всемирная Федерация Ассоциаций Туристических Гидов, которой мы являемся с 1992 года. По уставу этих двух международных организаций, страну может представлять только одна организация. И мы это место уже заняли 20 лет назад. Поэтому все наши коллеги, которые сегодня находятся в регионах, они фактически от этого дела отодвинуты. Они не могут быть членами этих организаций, потому что не являются членами нашей ассоциации. Конечно, у нас есть не существует, по суставе положения о коллективном членстве. Но коллективное членство не дает ни информации, как правило, о составе этого коллективного члена. Не нам возможности проверить, действительно ли человек, который там находится в неких переслах на списках, действительно профессиональным гидом и так далее. То есть я считаю, что, и прошу конференцию меня поддержать, я считаю, что мы должны сейчас обратиться к призовам ко всем нашим коллегам в регионах, вступать в ряды нашей ассоциации. Мы установим для них минимальный должност, потому что они фактически не будут тут у нас активно участвовать в этом деле. Но в то же время дадим возможность получить членский билет нашей ассоциации с принадлежностью к этим международным организациям и более активно вступать с нами в контакт, выступать с какими-то инициативами, и оказывать нам какую-то юридическую или другую помощь. И, естественно, обращаться к нам в случае, если возникают какие-то на региональном, уровне проблемах, в которых мы можем помочь их разрешению. Я считаю, что это дело очень перспективное и нужное, и обращаюсь к вам с просьбой эту инициативу поддержать. Еще раз говорю о интернет-проектах. Здесь один человек у нас был, вот этот Игнат Лемешко, который говорил о MobTravel. Информирую вас о том, что ко мне еще обращалась еще одна компания, которая вообще хочет начать, вернее, они начали уже эту разработку, разработать приложение не просто по типу информации о гидах, какую-то там возможность связаться, а просто приложение типа Uber, знаете, там, или Яндекс.Такси. То есть, чтобы можно было в реального времени, там, сегодня-назавтра или через несколько часов, вызвать гида. Причем это приложение будет не просто там, где приедет неизвестно какая машина, там, с неизвестно каким водителем, а там должны быть именно сведения о тех гидах профессиональных, которые готовы откликнуться на это предложение, чтобы человек мог выбрать и, соответственно, сделать заказ, там, разместить предложение о цене и так далее и тому подобное. Это, я считаю, что в любом случае, хотим мы этого или не хотим, это некое будущее, да, потому что сегодня интернет, вот эти мобильные, все эти вещи, они вошли в жизнь общества, не только нашего, но и всемирного, и не следуя за ним, мы просто останемся, так сказать, в стороне, в столбовой дороге истории, с одной стороны. А с другой стороны, мы обязаны в этом участвовать, потому что если мы не будем в этом участвовать, в этом обязательно будет участвовать кто-то другой. То есть тогда это место просто заинтересованное, не квалифицированное, не аккредитованное, никому неизвестное гидо, а так, заключая договоры с этими компаниями, мы первым делом, первым делом оговариваем условия, вы будете работать только с теми людьми, которых мы считаем аккредитованными, которых мы считаем профессионалами. Я считаю, что это очень важно. Ну и вот, может быть, одно из последних, реестр гидов, который мы сейчас публикуем, новый, готовим к изданию, обновленный, пожалуйста, все те, кто здесь присутствует, или, может быть, имеют сведения от своих коллег, сегодня нужно обязательно оставить нам сведения о тех... Да, вот Таня, Костя, вот. Вот те, у кого изменились какие-то данные, появился там новый номер телефона, или там изменились какие-то другие комбинаты, обязательно вот это сообщите Татьяне, чтобы мы внесли правки в этот новый реестр. Еще, да, чтобы потом не было обид о том, что вот, что же вы нам публиковали, мы ставили номер телефона. Еще одна маленькая информация, касающаяся тоже нового формата этого издания. До этого года мы публиковали реестры без фотографий. Глядя на реестры гидов других стран, европейских и неевропейских, мы, в общем, решили, что все-таки надо следовать за всемирной тенденцией и публиковать эту информацию с небольшой фотографией. Фотографии эти маленькие там, как правило, можно любого возраста не обязательно там, так сказать, все это в не лучшем виде представлять, можно всегда хорошо себя представить. Тем не менее, тем не менее, озабоченность некоторых наших коллег мы слышим, поэтому если кто-то, значит, естественно, фотографии будут публиковаться те, которые у нас есть в реестре, то есть те, которые в аккредитациях у нас пропечатаны. Если кто-то из коллег, а не хочет, чтобы это была фотография, а хочет, чтобы была какая-то другая технический вопрос, обращайтесь к Ларисе, но это сложно, поскольку реестр у нас, то есть сложная такая техническая система, менять там фотографии довольно затруднительно, поэтому я к этому вас, так сказать, не призываю. Но зато те, кто не хочет, чтобы их фотография была публикована в реестре, пожалуйста, просто об этом сообщите. Вот той же самой Татьяне Костиной померите, что ваш профиль должен быть без фотографии. Я думаю, что мы это дело без всяких проблем сделаем. Я думаю, что я, поскольку не ухожу, вопросы ко мне могут быть, они могут быть и последствия, и по ходу пьесы и сейчас. Если у кого-то есть конкретные сейчас ко мне вопросы, то давайте... Тогда спасибо вам всем за внимание. Извините, что я так долго говорил, но вы, кстати, понимаете, вопросы делают ревизионные вещи, поэтому не надо отнести силы. Спасибо. Давайте я предоставлю слово ревизионной комиссии. Отдельная благодарность вот у нас Татьяне Тимоферне, которая много лет беззаметно служит нашей ассоциации своим до всего доходящим умом, доходит к хитросплетению нашей бухгалтерии и докладывает нам об отчете ревизионной комиссии. Хорошо. Можно я присягну? Спасибо. Он в руке. Но до сих пор вы не слышали цифр, сейчас вы услышите конкретные цифры. Ревизионная комиссия, наш отчет за период 2015 года в составе Тихонова и Я, Анищенко Юлия, это переводчик немецкого языка, и Зарбаилова Ольга, это переводчик японского языка. Проведя проверку финансово-хозяйственной деятельности ассоциации за 2015 год, по документации, предоставленной исполнительным директором Сосуной Ларисой и бухгалтером Золотовой Марины, доводит до сведения от членов ассоциаций участников очагно-перемоборной конференции следующее. Доходная часть бюджета в 2015 году составила 1 миллион 374 тысячи рублей. Источники поступления какие? Это прежде всего наши членские взносы за 2015 год, ну, если точно так, в 2015 году оплатили 220 гидов переводчиков и 46 экскурсоводов. Вот это сумма. Вступительные взносы в 2015 году пополнили наши ряды 30 гидов переводчиков и 120 экскурсоводов. Это достижение прошлого года и большая благодарность именно Валентина Ильинична по этой новой силе и все же наши призывы и усилия были голосами. Так что к экскурсоводам пожалуйста держитесь в ассоциации. Это значит, что не только один раз заплатили и забыли, а старайтесь, чтобы каждый год подтверждать свое членовство в ассоциации. Это будет нас займись и только радовать. Ну и еще одна статья к доходной части бюджета это покажение задолженности за предыдущие годы 14-е и 10-е годы был на общую сумму где-то 380 тысяч рублей. Вот из чего складывался бюджет в 2015 году. Как мы его расходовали? Так, нужно сказать, что по состоянию на момент проверки это было 10 февраля 2016 года в списке гидов-переводчиков получивших аккредитации Кремля числится 1153 гидопереводчиков члены ассоциаций. Члены ассоциаций. Вот теоретически в принципе 1153 гидопереводчиков должны бы оплатить членские взносы за 2015 год. Но на момент проверки 255 гидов-переводчиков членов ассоциаций не оплатили. И поэтому, конечно, бюджет не пополнился, а эта сумма была в районе 380 тысяч. Ну и естественно, когда расходовали уже, он вышел у нас с превышением определенным. И здесь мне хотелось бы обратиться к членам правления в будущем составу, чтобы в данном случае помогли исполнительному директору, поскольку она не в состоянии обрабатывать такое количество вес, следить по принципу, по языковому принципу. Это пройдет легче, конечно, чтобы помогли с тем, чтобы выявить смех латтельщиков и попросить их, да, и установить, что лучше из профессии. Но лучше из профессии, если она сегодня имеет аккредитацию, то не значит, действовать, нужно выяснить причину. Во всяком случае, постараться свести к минимуму вот такие количество ежегодных задолженных. Тогда у нас будет бюджетная... Можете еще раз, мы тут не поняли, из тысячи человек только 200 оплатила? Нет. И не оплатила? Не оплатила. Дело в том, что у нас обычные гидропереводчики, скорсоводы, наиболее такие активные, переживающие, дисциплинированные, уже начинают платить взносы в конце предыдущего года. И основная часть 660 гидропереводчиков оплатили ее в четвертом квартале 2014 года. А мы рассматриваем бюджет в 2015 году, то есть поступили в 2015. Так, расчетная часть, да? Расчетная часть бюджета, то есть, извиняюсь, расходная, расходная, извините, расходная часть бюджета составила общая сумма 1 миллион 338 703 рубля. Значит, доходная была 1 миллион 374, а расход несколько превысил. Почему и куда расходовались эти средства? Я так поблочно, вот первый блок это расходы, как взнос в Европейскую Федерацию Ассоциации за 2016 год. Эта сумма такая звучит, 117 700 рублей обходится нам участие в этой Федерации. Затем, проведение конференции в 2015 году тоже были расходы Ассоциации, которые мы проводили в феврале, именно за метод материала, работа с базой, реестр фотос подготовки на это тоже шли средства. Но помощь, материальная помощь оказана в некотором деле в билет, что это 4 человека было. И общая сумма вот в этом была выделена и расходована сумма 210 тысяч, ну почти 211 тысяч, в таком, 211 тысяч рублей. Затем, второй блок это позитивный вопрос, это не технический вопрос, архивирование материалов, одноразовая акция, она тоже в этом году достаточно дорого обошлась на свыше 23 тысяч. Почтовые расходы, канцтовары, ну для того, чтобы функционировало все в Ассоциации, телефонная связь, интернет, ремонт техники, все это прошло на сумму практически 120 тысяч. Ну и третий блок это фонд заработной платы. у нас в штате, вы знаете, два человека, плюс методист, два человека, это исполнительный директор и бухгалтер, и наш методист, все его тоже знаете, Людмила Клобачева. Ну и еще в этот период, когда была необходимость, очень большой объем работы проводился по оформлению карточек, аккредитации и так далее, то приглашали для работы на временную милу, да, временная работа и тоже оплачивали, оплатили где-то разводы 20 тысяч. Но это составило в целом фонд заработной платы за 2015 год, это миллион 208 тысяч 178 точных рублей. И в процентном соотношении это 80 процентов и остальное это все по состоянию на 1 февраля по безналичному расчету за 2015 год было проведено 847 тысяч 500 рублей и остаток на 1 февраля 400 тысяч 240 рублей. Были расходы ревизионная кромиссия проанализировала статьи расходов за 2015 год, а также суммы, выделенные по статьям, установила, что все важные для функционирования ассоциации статьи расходов освоены полностью с небольшим превышением. но это позволительное потому что за счет того, что не все еще экскурсоводы и гиды не заплатили это покроется. Выводы рекомендаций и предложений в цели своевременного и более полного формирования бюджета ревизионная комиссия вносит на рассмотрение конференции предложения о проработке правлением ассоциации возможности оплаты ежегодных членских взносов гидов-переводчиков и экскурсоводов по безналичному расчету через Сбербанк возможности личный кабинет возможно такой путь вообще это путь будущего развития оплаты не обязательно все должны приходить в ассоциации выстраиваться в очереди на конференции кстати на конференции некоторые удивились мы в этом году не практиковали потому что поимели плохой опыт прошлого года когда финансовые документы оформлялись очень небрежно и потом трудно было свести концы с концами все-таки это финансовые документы и не все получили гмитации поскольку не было этого не должно быть поэтому мы решили это отменить а развивать другой путь пожалуйста безналичную сейчас молодежь многие имеют интернет лично пожалуйста только будет приветствоваться обратитесь в ассоциацию вам подскажут как это можно оплатить из цели положения финансовой дисциплины и выполнения уставных требований это касается тех самых у которых задолженности из года в год не своевременно взносы делает ревизионная комиссия вносит такое предложение при покажении долгов по уплате членских взносов гидов-переводчиков и экскурсоводов за прошедшие годы оплачивать их в размере текущего года текущего года не то что было в 2011 году там у кого 500 рублей у кого там или 1200 а так так на сегодня что еще рекомендации членам правления когда мы столкнулись с обсуждением проекта бюджета прошлого года на следующий год хотелось бы рекомендовать чтобы члены правления более осознанно вникали на что и как распределить вот эти потоки финансовые что в первую очередь сейчас не просто чтобы у них было мнение что нету денег или там мало выделили нет вы поставьте конкретную задачу потому что можно найти пути решения и всегда финансы на это делать просто нужно четко представлять себе что вы хотите значит осознанно подходить к формированию бюджета и расходов в ходе проверки финансовой документации ревизионная комиссия ответила некоторые нарушения ее введения и в частности на необходимость обязательной выдачи квитанции о поплате членских взносов это кстати осознаете все члены ассоциации когда вы приходите оплачивать свои взносы что вам в руки дают обязательно квитанцию вы должны получить квитанцию и обратили внимание также на коррекцию выполнения корешков квитанции вы получаете квитанцию за мной в ассоциации остаются им корешки и они являются с документом строгой финансовой отчетности но вот случай были проверки нагрежного заполнения этих корешков что обращено внимание так сейчас все заключение проверка показала что финансовая бухгалтерская документация находится в целом на ближайшем порядке кроме замечаний от личных вышек и финансовые траты осуществлялись с рассмотрения и согласия большинства членов правления и призвано циевизообразным прошу предупредить отчет ревизионной комиссии спасибо Татьяна Тимофеевна проститесь господа у вас есть вопросы по отчету ревизионной комиссии да если нет давайте проголосуем кто за то чтобы принять отчет ревизионной комиссии и утвердить его прошу голосовать кто против кто воздержался очень приятно Татьяна Тимофеевна позвольте вам от лица всех членов нашей ассоциации и отдельно от членов правления низкий поглон огромная благодарность и пожелание здоровья удачи вот Татьяна Тимофеевна к сожалению заявила о том что она не может больше зловеет ревизионной комиссии она предложила себе спину но обещает в течение ближайшего будущего консультировать ревизионную комиссию участвовать в ее работе по имею необходимости поэтому огромное ей спасибо и горячий пацану спасибо спасибо кратко вот просто пришла записка предлагаю обсудить гонорар гидов выплачиваем в рублях чтобы он соответствовал доллару уровню международных стандартов друзья мои тема конечно бесконечная давайте ее тогда обсудим в премиях если же будет просто кратко я вам скажу что мы каждый год и именно в долларовом или евро выражении рассылаем по всем турфирмам информацию о том что мы считаем минимальным допустимыми расценками на работу гидов и искусствований эта информация всем крупным туроператорам доводится по электронной почте и непосредственно вообще не при вручении наших реестов вот другое дело что как говорится чем кумушек считать трудиться мне лучше на себя кума обратиться если вы приходите в фирму и предлагают относительно небольшие деньги от вас зависит согласиться на эту работу или не согласиться если вы на нее соглашаетесь то предъявлять к коллегам о том что не поддерживается некий уровень мы поменьшим и группу давайте вернемся к этому тоже поэтому я сейчас с вашего позволения передаю слово членам правления которые записались для выступления значит у нас первым кто у нас идет слово предоставляется Головневу здравствуйте коллеги я вот немножко по поводу нашей проекта резолюции хотел сказать вы наверное обратили внимание что там пункты 3.1 и 3.2 они немножко отличаются от прошлого года я их так написал Александр рассказал уже в основном что делается о важности поправки я бы хотел немножко поговорить о пункте 3.2 смотрите да проект резолюции совершенно верно я честно говоря не совсем согласен с тем что мы никак не можем влиять на музей потому что реально у нас сейчас главная проблема это наверное все согласны нелегальной туризм в смысле нелегальные нелегальные которые постепенно подтягивают садиаты не пропеются наше соотечество пока нет поправки в городе их поймать в метро их поймать нереально совершенно но насколько я помню у нас в 98 году было подписано генеральное соглашение с музеем у нас есть общая аккредитация которую входит Кремль исторически нам гораздо важнее Сан-Басили Басилия Блаженный Третьяковка и Пушкин значит соответственно согласно генеральному договору и постановлению правительства Москва 1998 года мы обязаны пройти там обучение и каждые 5 лет проходить переподготовку музеи в ответ на это должны обеспечить нам насколько я понимаю эксклюзивное право работы потому что иначе теряется всякая логика то есть мы не хочемся а работать как считается по-моему это вполне логично вот и таким образом если вот мы добьемся чтобы мы все это проверяли чтобы они на входе проверяли нашу аккредитацию в залах силами я не знаю смотрителей каким-то образом это вопрос уже к администрации то таким образом часть нелегальных гидов мы каким-то образом отсечем вот что я по этому поводу предлагаю сделать ну письма там уже писали ну как обычно письма им привезли вот потом им говорят что ребята у вас же работают там нелегально китайцы проходят у нас все хорошо давайте в этом году напишем все-таки хорошие письма я еще раз говорю что я не призываю как вот с Мариной иногда дискутируем ломать эту систему слава богу что у нас есть учебный центр слава богу что мы проходим эту переподготовку раз в пять лет потому что у нас будет говорить из Питера представитель я думаю она расскажет какая у них система но музеи тоже считаю должны выполнять часть своих обязательств то есть мы напишем эти письма я думаю попросим обязательно Йожефа чтобы он в этом поучаствовал потому что он их все знает он знает изусть все эти законы постановления отвезем их перед сезоном музея но потом в течение сезона знаете это в принципе заинтересует каждого из нас каждый из нас должен фиксировать их нарушения то есть например заходите в музей у вас не просят предъявить аккредитацию вы записали число время и я не знаю либо на почту ассоциации либо какую-то сделаем почту специальную для этого просто послать идете вы по залу видите идет допустим китаец ну кто угодно не важно ведет экскурсию вы не лениться подойдите к смотрителю скажите вот почему это так если бабушка вам скажет боже я думаю это не наша работа мы этим занимаемся ради бога сейчас у всех телефоны сфотографировали либо сняли на короткое видео тоже опять дату число музей время и послали опять на эту почту таким образом если это будет количество огромное этих скажем так нарушений где-то в середине сезона можно это сделать либо в конце сезона ну просто нужно иметь какие-то нам скажем так аргументы согласно которым музеи должны будут изменить свою позицию да? ну короче короче я не знаю вы как считаете это стоит делать или нет? ну давайте когда каждый из нас друзья вот это положение я прошу прощения я тебя перебиваю потому что время идет давайте так говорим у нас это положение записано в резолюции это пункт нашей резолюции если вы не возражаете поиск этот пункт вы в любом случае проголосуете я то еще раз просто кратко прокомментировать в отсутствие этого закона у музеев нет на сегодняшний день никаких административных возможностей из-за того что это вот у Кремля есть эта возможность значит и другие могут это сделать можно можно я закончу снизу возможности нет но если этого китайца будут публично выводить из зала конечно это может быть не совсем ну хотя бы не выводить хотя бы не давать ему работать так можно господа я закончу все таки у меня осталось буквально две фразы я просто хочу сказать давайте мы если вы считаете что это стоит сделать мы на сайте опубликуем на сайте нашем опубликуем номер почты почту письмо мы напишем нет потом самое главное не в письме письмо мы посылали много раз самое главное чтобы каждый из нас фиксировал нарушения посылал их на почту вот понимаете вот это самая главная задача потому что письма мы можем писать до утбора вот и значит если вы все согласны отлично и еще такой вопрос я хотел узнать вот диск который задают на этой конференции на следующих которые вот Людмила делает Елена ваш покорный слуг он вообще нужен или нет потому что многие говорят что вроде как он и ни к чему нужен то есть все таки он нужен да все спасибо Уважаемые коллеги я только хотел сделать это поправку потому что мне похвалили что я знаю знакомые что касается любой музей имеет право соответствующее законодательство любой музей как лицо устанавливает свои правила и все это должны выполнять другое дело что иногда музеи считают что лишь бы побольше туристов и поэтому не проверяют кроме того что у нас есть и какие-то продвижения допустим Новодевичий монастырь не только сейчас уже есть как и Кремля специальная группа значит охранников более того что есть указания что если приходит вавчера то же самое показать аккредитацию так что такие но я согласен потому что у нас был когда-то опыт мы выходили совместный Кремлем и проверяли где-то несколько лет и тогда таких случаев были зафиксированы я согласен и кроме то что поддержив полностью не только что нам не надо фиксировать но еще один момент иногда наш гид где-то со стороны стоит это тоже правда то есть я вижу нет а потом смотрю в тени сидит наша коллега который по идее должен вещать так что если мы хотим порядок этим тоже должны потому что иногда видишь что городе без гида а гид соборождающий есть я хочу только это повести да это кстати говоря тот момент в котором я не пустил в свое выступление я хотел поддержать здесь Йежев в этом смысле к сожалению вот мы говорим о том что вот там китайцы нарушают там кто-то еще нарушает наши коллеги в этом участвуют наши коллеги в этом участвуют кто этого не знал а? кто этого не знал я про то и говорю что мы это прекрасно знаем и мы сами с этим миром закрываем на это глаза значит если человек работает с китайской группой или с любой другой формально под перевод пусть работает пусть сходит с этой группой пусть следит за поведением этого человека дает ему какие-то рекомендации что-то помогает действительно в этой экскурсионной работе а не просто проводит его через контроль и бежит за следующей группой заработать еще лишние тысячи рублей это же тоже недопустимо давайте так сказать вот может даже отразим это в нашей резолюции каким-то образом призыв нашим коллегам и обращение поручение правления